Самая активная и целеустремленная молодежь Славянского района на прошлой неделе стала участником учредительной конференции молодежного краевого общественного движения «Регион 93». Главной темой стало подтверждение официального статуса молодежного движения в Славянском районе. Тему продолжат мои коллеги. «Регион 93» за 10 лет своего существования стал брендом среди молодежи. Из летнего тематического форума он вырос до целого движения, которое Департамент молодежной политики Краснодарского края планирует активно развивать. В нашем районе общественное объединение «Регион 93» осуществляло свою деятельность только в рамках города. На конференции принимали решение о развитии и создании официального статуса движения и о его работе по всему району. Провел конференцию начальник управления по делам молодежи Олег Смольников. Он представил почетных гостей – главу Славянского района Романа Сенеговского, председателя районного совета Григория Литовку. С приветственным словом к участникам встречи обратился Роман Сенеговский. Он отметил, что администрация уделяет большое внимание молодежной политике, а также подчеркнул важность и актуальность создания общественного движения «Регион 93». Очень важно, какая будет расти молодежь, и я рад, что вы у нас умные, продвинутые, креативные молодые люди, которым не все равно, как развивается наш город-район, как в целом живет наша страна, потому что вы принимаете активное участие в разных проектах. И вот непосредственно молодежное движение «Регион 93» – это что же я понимаю, что по вашей инициативе, по вашему желанию вы участники этого процесса и как-то влияете на те вопросы, которые обсуждаются непосредственно на этом проекте. Начальник управления по делам молодежи Олег Смольников ознакомил участников конференции с основными направлениями работы молодежной политики Краснодарского края, а также обозначил основные задачи на предстоящий год. Изучение истории, конечно же, организация и участие в мероприятиях патриотического характера, в первую очередь, ко Дню Победы, и, конечно же, все остальные мероприятия, которые проводятся в рамках патриотического воспитания граждан. Массовый спорт и активная позиция, дворовой спорт, сегодня он развивается, в нашем городе очень активно развивается и движение, и у нас есть и ребята, которые занимаются воркаутом, и паркуром. В городе установлены четыре воркаут-комплекса. У нас, как Роман Иванович сказал, очень много спортивных объектов, куда можно идти и заниматься здоровым образом жизни. На следующий год мы, конечно, очень хотели бы и планируем, постараемся построить паркур-площадку в Северном парке, насколько нам позволит финансирование, постараемся ее обязательно построить. О деятельности Славянского общественного объединения «Регион 93» рассказал его председатель Анатолий Козлов. От лица региона могу сказать, что мы провели за те месяцы, что действуем, более 30 акций, помогли в организации огромного количества мероприятий. При поддержке нашей организации в Станице Петровской проходил кубанский онкопатруль. Олег Смольников объявил кандидатов на посты руководителя молодежных проектов. Прорыв, Кубанская лига дебатов, Академия молодежной политики, волонтерский корпус, волонтерский клуб «Пчела», общественная безопасность, молодежный патруль. А также объявил председателя Совета общественного объединения «Регион 93». Им стал Евгений Сенаторов. Утвердили в этот день и единую символику движения в районе, устав и форму членского билета. К участникам конференции обратилась начальник управления по взаимодействию со СМИ, в прошлом член ВЛКСМ Наталья Воробьева. «Регион» – преемник комсомола, подчеркнула Наталья Владимировна, и призвала использовать лучший опыт прошлых поколений через новую молодежную структуру. По итогам конференции было единогласно принято решение о создании молодежного общественного движения «Регион 93» в Славинском районе. В завершении встречи, пользуясь случаем, члены молодежного движения «Регион 93» выступили с предложениями главе о создании в нашем районе театра, а также развития направления буккроссинг. Роман Синеговский обещал рассмотреть их предложения и, возможно, в будущем реализовать эти идеи. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».